Фестиваль в Венеции, заключительный день фестиваля, и Антонина Алексеева из России, из Санкт-Петербурга представила свой проект «Аварис». Пожалуйста, расскажите о вашем проекте и немного о себе, и как, и что вас привело в Италию. Вся моя жизнь связана с искусством, потому что в Санкт-Петербурге я занимаюсь кухонными театрами, и так же работаю с армитажем, делаю костюмы театральные. И потом по случаю оказался гривен на этом роде, и после чего… А то есть вы еще и модельер? Да, да, да. И я работаю с платьями, делаю дизайн. И это замечательное платье тоже на очень… Нет, к сожалению, не моё, но… И поэтому по случаю оказалась на этом роде, и через какое-то время… Ну, я нашел, встретил Элли Куэнси, Эмилиана Монтонари, попросили меня о встрече. И так как я человек любопытный и человек храбрый, и мне на самом деле нравится в моей жизни экспериментировать, эксперименты, потому что человек я творческий. И они мне рассказали, вот как говорите, вы себя не слышали на конференции, что вам было сложно понять, о чем наш фильм… Да, проект удивительно сложный, поэтому я и пытаюсь понять вместе с Антониной, которая участвует в этом фильме «Протагониста», и заинтересовать вас, конечно. Ну, также, когда мне рассказывали… Меня очень произвело впечатление, на меня произвело впечатление – это эго, это лицо, в котором должна зародиться какая-то жизнь. И меня заинтересовало, что этот проект – это нечто большее, это, на мой взгляд, и я так чувствую, что это проект – будущее, потому что это уже не кино и не чинима. А это… это уже как бы взгляд через… Это уже философия, это проект жизни. Да, это уже философия, это уже как бы фильм над фильмами, так сказать. Понятно. То есть вы уже прониклись в эту идею, а когда телезрители или зрители могут увидеть, или веб-зрители, то есть когда мы увидим проект? Ровно через год этот фильм будет представлен, потому что именно непосредственно сейчас, вот мы с вами здесь и другие люди, они даже не знают, что они являются участниками и актерами фильма, который потом будет показан вот в этом ИЦ, так называемой капсуле, которая нас будет перемещать… Ну, капсула, которая перемещает нас во времени, в разное время, к разным другим актерам, известным людям, людям. И мы можем все стать непосредственными участниками… И как бы участниками этого корабля, который нас может перенести совершенно в другое измерение. И там меня еще очень привлекает и очень нравится эта идея, что это яйцо… Это как яйцо, да, внутри, как я говорил, зарождается жизнь. И оно… То есть ребята используют разные приемы, такие как камеры 360 градусов, используют другие инструменты, через которые мы сможем… С помощью которых мы сможем совершенно по-другому посмотреть на то, каким может быть даже новое кино. Хорошо. Мы поняли, значит, теперь увидимся или в четвертом, или в каком-то другом измерении, в Риме, в Милане, в Санкт-Петербурге или в Москве, где-нибудь увидимся на другой планете, но через год. Так что ждем Антонина и пожива в Москве. Всего доброго. Спасибо вам большое.